Привет всем! Обслуживание автомобиля это не только своевременное техническое обслуживание. Это также мойка и уход за лакокрасочным покрытием. Чем тщательнее автовладелец будет ухаживать за лакокрасочным покрытием, тем дольше автомобиль будет сохранять блеск и лоск. Лакокрасочное покрытие имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоев. Воздействию окружающей среды и механическим повреждениям прежде всего подвергается верхний слой покрытия – защитный лак. Защитная полировка автомобиля не всегда может справиться с глубокими царапинами и придется прибегать уже к восстановляющей полировке. Такой вид полировки требует определенных навыков, плюс определенные инструменты. Лучше будет в тяжелых случаях обратиться к профессионалам. В данном случае я покажу, как я справлюсь с царапинами на автомобиле. Недавно заметил, что на багажнике есть вот такие неприятные царапины. Наверное, какая-то мальчишка испортил или недавно сын мил машину и на губке из-за неосторожности подхватил такие камушки. Пил еще и вот такие маленькие царапины. Конечно, лучше профессиональная услуга, но решил сам исправить эти дефекты. В интернете огромное количество средств для удаления царапин. На Алиэкспрессе можно купить любой инструмент или пасту для ремонта. Посмотрите, какие приятные цены. Ссылку оставлю ниже в описании видео. Купил вот такую полировочную насадку. В магазинах такая насадка у нас стоит гораздо дорого. Полировочную пасту купил в городе, в магазине для красок автомобилей. До покупки пасты проконсультируйтесь с продавцом или с мастером и они вам подскажут, какой лучше пасту купить. Это будет зависеть от глубины и структуры царапины. Для полировки можно применять вот такой обыкновенный трель, болгарку или специальные полировочные электромашинки. Обороты вставим минимальные. Высокие обороты неизделяются. Можно и самостоятельно отполировать вручную. Но зачем, если есть инструменты? С помощью инструментов гораздо быстро можно сделать работу, чем по-простому руками. Вот посмотрите итог. В целом я доволен. Ну и в конце нашего видео хочу попрощаться и просто подписаться на канал. Нажать на колокольчик и поделиться. Ждите следующих выпусков. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...